Действующие лица Ну как вы? Все еще ничего не помню, если вы об этом стараетесь Уже пора начать с побиноград А вы думаете, не стараясь? По вашему я лентяй? Я этого не сказал, но времени уже прошло достаточно Теперь все зависит от вас, от вашей активности Организм у вас в порядке, мозг серьезно не пострадал, органических изменений нет Ваша память в ваших руках Но вы бы мне подсказали какие-то приемы, что ли? Для начала просто закройте глаза и расслабьтесь Как только достигнете состояния полусна, перед глазами начнут возникать всякие картинки Постарайтесь присмотреться к ним, увидеть их более ясно Это как кино, в каждом кадре скрыто воспоминание А нет чего-нибудь такого, чтобы раз и вспомнил? Какой-нибудь супер метод? Ну разве что гипноз, но мне бы пока не хотелось, мне бы пока хотелось без него Чтобы вы сами попытались Ну ладно Старайтесь увидеть картинку Попробуем Вот и слабо Встает, выходит из палаты, пациент садится в кровать, ноги опускает на пол Обхватывает ладонями и колени, закрывает глаза Несколько секунд сидит в таком положении Пытаясь увидеть картинку Открывает глаза Ааа, хрен тебе, а не картинка Сдается стук в дверь Несколько секунд внимательно смотрит на дверь Войдите Ходит Вова, в руках у него пакет Хэллоу, ну как ты парняга? Кто вы? Прикалываешься? Кто вы такой? Че, правда не помнишь? А разве врач? Да, он устал, но я как-то не воспринял всерьез, думал Такое только в кино бывает Ну хоть что не только Значит ты меня не узнаешь Сказал уже нет Плохо А что вообще помнишь? Обрызг, как в школе учился, потом в институте А Риту помнишь? Нет Настю Нет А название Якомото Группы тебе о чем-нибудь говорит? Нет, не говорит Обалдеть Ну что ж, тогда будем первым Кто откроет тебе глаза на реальность Че, приятно быть тем, кто приносит хорошие вещи Итак, начнем с того, что ты миллиардер Долларовый Серьезно Хрестай себе Якомото Группы Название твоей компании Ты правда не помнишь? Насколько же нужно? Ладно, ладно Просто никак не могу поверить Короче, друг мой Ты один из самых успешных бизнесменов в России И чем эта компания нефть А3 А я твой лучший друг Во всяком случае, мне бы хотелось в это верить Вова Степель А меня как зовут? Тебя? Тебя, мой дорогой, зовут Иван Лапшин А Рита А Рита, это твоя жена И это еще одна хорошая новость Поскольку с женой тебе чертовски повезло Красивая? Вот модели другими не бывают Здорово Да, за это можешь быть спокойно Фигурка, блеск Версок, глаз не оторвать Ну, если бы только в этом дело Рита, она ангел Умная, преданная, воспитанная Да что тут говорить Тебе досталась идеальная женщина А Настя? А что, помнишь ее? Нет, ты у нее только что сказал А, Настя, это дочка твоя Пять лет ей, классная девочка Обожаю Если положиться на кровать Руки складывать за голову Смотреть от того, кто улыбается Обалдеть Вот и я тоже так думаю Словно в сказку попал Да, уж представляю Наверное, неплохо так время от времени Терять память, а потом обнаружить, что судьба тебя любит А фотографии моей жены у тебя нет, случайно? Вот что нет, того нет На мобильном были Но я вчера новый купил В следующий раз занесу Хотя Какой нафиг в следующий раз? Ритка не будешь сама птичь Через часа два к наглянию Да, приятно, черт возьми Приятно Я кому-то груб говоришь Слушай, а проблем с законом у меня нет? Шутишь? Ты один из тех, кто эти законы предлагает У нас с тобой все правительство в кулаке А ты же что со мной работаешь? А как же? Исполнительный директор Сидорова Слушай, ну а какие проблемы у меня есть вообще? У меня есть вообще? Да какие проблемы, о чем ты? Ну не знаю, может быть, бедные меня там не любят Брось, бедные тебя обожают С чего это? А с того, что на твои деньги пять больниц построены И три интерната Такого старайка какой-то Только и проблем, что это твоя потеря памяти Ну с этим я теперь справлюсь Я тоже так думаю А в пакете что? Продукты всякие? Подумал, может тебя тут гадостью какой кормят? Так, ничего особенного, бананы, сыр, леп, вода, сок Но если хочешь, что угодно достану Только заказывай Икра, хамон, квашеная капуста Капуста? Да, ты ее почему-то очень любил всегда Квашеная Тебе я не люблю А вот икры было бы неплохо, черной Не вопрос И шампанского А тебе это мешать-то можно с лекарствами? Тебе что-нибудь там уколы всякие А тут ты про Спрошу у врача И это потребует, чтобы тебя в палату Попривично А то, что это? Ну, телевизор, не душевой В конце концов, ты не какой-то там обычный брат Ты же уголь человечище Или если хочешь, я сам объясню у врачей Кто ты такой? Не надо, сам справлюсь Он вроде мужик, ты неплохой врач Ну смотри Ладно, Вань, я пошел Вечером еще заглянул И теперь Ага, спасибо, что зашел До встречи Обалдеть Доллары, миллиардер Ну ни хрена себе Поздравляю Поздравляю вас, господин Лапшин Дверь резко расстахивается, входит Шурик Он одет в поношенные грязные вещи Волосы не мыты На лице недельная щетина Ну че, крыса, опомнился? Что это вы кому-то? Тебе опомнился, спрашиваю Как вы со мной разговариваете? Че? Почему вы мне хамите? Когда я тебя хамил, крыса, ты че ходишь? Какая я вам крыса? А кто ты? Сам-то крыса, понял? Че? Ты крыса, кажется, попутал че Да кто ты такой вообще? А ты типа не знаешь, да? Представь себе, нет Ты дурачка-то из себя не строит Ты кто такой, спрашиваю? Ща я тебе объясню, кто я такой Доставит из кармана дочь Ну-ка иди сюда Че вам надо? Скажите, какое ухо дороже? Правое или левое? Пациент ждет с к стене Просто скажите, чего вы от меня хотите? Долг, крыса Долг Пришло время его отдавать А сколько я вам должен? Ты дам, должен почку правую Я буду кричать А не боисься? Боюсь А че бояться? Лезать для этих не стану Не станешь? Не станете? Дурак ты, крыса Как же ты тогда долг от наш Олега Юрьевича Если я тебя привезу? Послушайте, вечером сюда придет мой друг Он вам даст денег Сколько захотите У него есть Какой еще друг? Ого, стебли Раньше надо было думать, крыса Ну сколько вам надо? Миллион, два, три У меня есть Я отдам Миллион? У тебя миллион Откуда? Вы разве не знаете? А я кому-то груб Отчего? О том, что у меня компания прибыльная Я вам заплачу Сколько скажете? У тебя компания Слушай, крыса Ты че, правда по мете решился? Ты реально меня не помнишь? Реально Если хотите у врача спросите Да он мне говорил Ну я думал, это Гонева А че тут про миллионы такое делось? Если вы меня знаете То должны знать, что я миллионер Ты миллионер? Мой крыс Что ты висал? Мне друг сказал Кто? Вова Стебли Да что я все про этого Вова? Че за Вова? Исполнительный директор моей компании Так, когда он к тебе приходил? Буквально перед вами ушел Опиши его Крепыш Лет сорока С короткой стрижкой Седые виски Это ж Васька И че он тебе сказал? Что я миллионер Иван Лапшин Что у меня бизнес И офигеть Еще чем? Что у меня жена фотомодели Господи, помоги Я еще умру А что? Разве это не правда? Борюм ты меня Короче, слушай внимательно Никакой ты не миллионер Гордый Белкий карманник Цвет на крыса Поняли? Как же так? Он ведь сказал, что я Разыграл он тебя Васька, он такой Всех разыграл Зачем? Ну приколот зарешил Приколист он Васька наш Значит я Вор А вы? Белкий А вы? А я Шурик Ты у моего шефа кредит брал Так вот пришла пора отдавать Мы тебя уже неделю по всему городу ищем Сегодня он Пашка-шестерка сообщил Что ты тут лежишь А что за кредит? В аварию типа попал Ой блин, значит Васька раньше тебя нашел Вот ведь юморист А что за кредит? Ну там много чем было Ты когда у Кольки креста бабки стрел Они тебя выследили и на счетчик поставили Ну а ты квартиру продал А расплатиться до конца все равно не хватило Но Олег Юрьевич тебе кредит дал Сказал, что если срок не отдашь То почкой расплачиваться будешь До пересадки Олег Юрьевич он же этим бизнесом занимается Трансплантационный Короче органы продает Вот мы с Васькой это Злом конечно пошутил Может просто думал, что ты его разводишь Я ведь этому врачу тоже сперва не поверил Ну ты это готовься короче Вечером тебя заберем Повезем на пересадку Встают эти двери и останавливаются И это не думай Смотаться все равно не получится Внизу циркуль будет караулить Да не расстраивайся так Живут люди с одной почкой Не помрешь Олег Юрьевич в этом плане Очень честно поступает Может еще денег тебе немного даст Выходит из палаты Пациент несколько секунд Внимательно смотрит на закрывшуюся дверь Надо драть, помните Мечется по палате Осматривая ее в поисках вещей Которые могут ему пригодиться при побеге Заглядывает в тумбочку Под кроватьем Натыкается на пакет оставленного И заглядывает в него Достает бутылку воды Кусок сыра Банан и хлеб Сок Ставит все это на тумбочку Черт Лучше бы нож принес Распакивается дверь Входит Эдуард На нем молодный шар Привет, Саня Что? Привет, говорю Как вы меня назвали? Саня Разве я не Федя? Ну ты приколист, блин А не Ваня? Слушай, я с тебя угараю Какой еще Ваня? Лапшин А, Иван Лапшин? Нет Ты Леша Герман А я Алюша Тарковский Лаша? Тут я совсем затухался Скажите, Андрей А вы случайно не от Олега Юрьевича? Ты в образе, что ли? Вы ведь циркуль, да? Слушай, старик Я все равно текст не знаю Так что Хотя Да, я циркуль Король Кринселярских товаров Моя жена Козья Ножка Рандаж Не трогайте меня Я кричать буду Ясно? Ну ладно, кончай Я уже сегодня наигался Хватит Самому утру Андрей, послушайте Какой я тебе, Андрей? Вы же сами сказали Тарковский Кстати, неплохо было бы Садежного, верно? Что? Ну, Тарковского А вы разве не Тарковский? С утра был Зиловым С репетицией Недель назад Розенкранцем Гаммэта Не дают Странный какой-то Кто бы говорил Вы ведь циркуль, да? Да сам ты циркуль задал Балу А кто тогда? Ой-ё Так ты что, правда ничего не помнишь? Я думал, врач Эдик я Эдик Арутунян А я кто? Что? Даже Этого не помнишь? Александр Мербов Служишь со мной в одном театре Кем? Актером? Ну да, актером, конечно Что-то мало верится Короче, я понял Что? Либо ты и правда память потерял Либо ты меня сейчас жестко разводишь Что ты знаешь о Шурике? О ком? О Шурике Я знаю все про операцию И люди, и выключение Ну И когда вы меня поведете на эту операцию? Ты меня уже задолбал Шутка с долгой Завязывай давай Можете делать что хотите Мы почку я вам не отдал Ладно, чувак Вижу, ты не адекватен Похоже, доктор не врал В общем, вы можете передать Шурик Да какому, блин, Шурику? Тому самому Передайте ему Да не знаю я никакого Шурика Сам же только что сказал, что знаешь Я про Демьяненко говорил Я не знаю какая у него фамилия Это мне в существе все равно Но что я знаю точно Демьяненко это актер Понял? Известнейший Хорошо Что вы знаете о Вове? О каком Вове? О том, что из Питера Или о том, что из Стаган А что? Их два Вовы? Их миллион Меня интересует только тот, что заходил ко мне до тебя Не знаю о ком Не высокий, толстенький, с летних лет И что дальше? Пришел до тебя и сказал, что я олигарх Олигарх? Не балдею Потом пришел некто Шурик Так и что? И сказал, что я мелкий вор Нет, я точусь А ты? А я не знаю кому из них верить Память-то я потерялся Че же? Да Вообще довольно жестко Вот кто-то я, но И вот теперь приходишь ты и говоришь, что я актер Что по твоему я должен поднуть? Ну похоже, ты сбит столбом Именно Ну что я могу тебе сказать? Если без шуток, то ты Александр Вернов, актер театра Саква А те двое, что где приходили, во всей видимости, Серега Скворцов и Петя Русин Ну наши коллеги поспорят Актеры? Ну да, похоже, решили тебя разыграть Что уж умирали со смехом Да, согласен, кто был очень Смеяться над больным? Ты их в свое время тоже разыграл довольно злого Вот, видимо, решили отомстить И все же я сомневаюсь, о чем Уж очень этот Шурик похож на настоящего бандита Вон, вот, а ладно, бог с ним А вот Шурик Ну так его же, наверное, Скворцов изображал А он актер убедительный Толстом маску в прошлом году получил Сейчас в Болливуде приглашаю сниматься в шестой серии Тебе надо Знать, что они меня разыграли? Ну, похоже на то А может, это ты меня сейчас разыгрываешь? Зачем мне? А им зачем? Может, я вас всех троих чем-то обидел? Да нет, ну что ты, мы с тобой кореша Где доказательство? Ты что же, не веришь? А должен? Ну, хочешь, я возьму в театре твою трудовую книжку и принесу сюда А что? Могу еще что-нибудь? Давай еще что-нибудь Когда тебе надо? Сейчас Хорошо, сейчас принесу Выходит из палаты, пациент подходит в кровать и садится Очень интересная история Кем хочешь, не остановись Каравай, каравай Господи, лучше, по-моему, не врал Кто угодно, только не Федька, крыса Деньки на власть, дверь, вот и крыса Ну, как вы тут? О, слава богу, вот пришли Ну, не поверите, что тут было Так, и что же? Да вы сядьте, сядьте Пока вас не было, ко мне приходили какие-то люди Какие люди? Я, коже, мои знакомые, один из них сказал, что я олигарх Потом пришел второй и сообщил, что я в гор, птички, крыса Представляете, каково это? И каково? Хреново Словно сначала вы купали в пенной бане, обтерли их махровым полотенцем А потом окатили грязью из ведра Не знаешь, кому верить А потом пришел третий и заявил, что на самом деле я актер, и те двое тоже были актерами Интересно Интересно не то слово Я бы хотел узнать, кто из них врал, а кто говорил правду Можете мне это сказать? Боюсь, что нет И почему? Потому что к вам никто не приходил И одобретил постовой сестре пускать вам визитеров Это может навредить вашему выздоровлению Значит, она вас волнула и пустила их А она бы не посмела Но она осмелилась Это невозможно Небо не доложили Как же вы тогда объясните, что я их видел? Это были картинки Что? Ну, помните, перед тем, как уйти, я сказал вам, что вы должны Достичь состояния полусна и постараться увидеть картинки Ну Вот вы их и увидели То есть, по-вашему, у меня были галлюцинации Позовем это бессознательной визуализацией Но смысл в том, что реальные люди к вам в палату не заходили Да А какие же тогда заходили игрушечные? Нафантазированные То есть, по-вашему, я их выдумал? Нет, конечно Вы взялись подсознание Пытались вспомнить, кто вы такой И в памяти всплыли трагичности Насколько я понял, миллионер, горы, артист Так? Так Вот они, собственно, и борются за место в вашем сознании Тоже я на самом деле Не могу сказать Почему? Это повредит лечение Вы сами должны все вспомнить Каким образом? Старайтесь снова увидеть картинки и рассмотреть их более ярко Ну да уж, ярче Старайтесь И не беспокойтесь Без моего ведома никто к вам не подойдет Вот это картиночки Итак Я погружаюсь в состояние полусна Я погружаюсь в состояние полусна Я погружаюсь И открывается, входит Вова В руки у него пакет Че это ты там бормочешь? Вот, снова ты Яркая картинка, однако Валя Достает из пакета бутылку шампанского Демонстрирует ее пациенту Взял твой любимый Болянже Холодная? Само собой Достает из пакета два фужера И ставит на тумбочку Картинка не может быть такой холодной В смысле? Она реальна Не пугай меня Слушай, можно меня ущипнуть? Думаешь, Болянже тебе снится? Ага Как скажешь? Щипает пациента, тот скидивает Ты реален Тебе что тут, трамки давали, что ли? Транквилизаторы Давали тебе? Не, не давали Смотри, с алкоголем лучше не мешать А вот тебе еще кое-что реальное Достает из пакета большую банку черной игры И кроват Белужья и французский багет Чтобы было на что намазывать Слушай, я смотрю, неплохо теперь в саквояжи платят Да? В каком саквояжи? В том, где вы с Кварцовым розыгрышем учились С каким с Кварцовым? Ну с тем, что любит бандюгами прикидываться О чем ты, парняга? Ну ладно, хватит комедию валять Эдуард мне все рассказал Какой Эдуард? Или давайте, как друг Шулька Ваня, не пугай меня Так кто ты у нас? Васька или Петька Гуси? Вова я Вова Стеблев Вова? А чем докажет, что Вова? Так, бутылочку я лучше у тебя пока заберу Что ж ты мне брал, что те трамки не давали Так что, нет доказательств? Вовы лезет в парсетку, подоставит паспорт, протягивает в цель А вот те доказательства Стеблев Владимир Ильич 05 июля 1972 года Возвращай паспорт в воде Выглядишь моложе Вовы убирает паспорт в парсетку Благодарю покорно А я уж думал, ты и код подразделения Посмотришь и номер паспортного стола А я посмотрел С этим вроде все в порядке Ваня, ты меня пугаешь Ты меня реально пугаешь Зачем тебе все это надо? А как мне еще узнать, что ты не врешь? А зачем мне все это по твоему надо? Ну мало ли, может, разыграть меня хочешь Смешно же сказать человеку, что он олигарх А потом сообщить, что нищий Из грязи в князи, как говорится Но в данный случай, наоборот Ты что ж думаешь, я тебя разыгрываю? Ну, икра вроде бы настоящая Открывалку ты хоть принес? Вот, достатись пакет, открывалку, протягиваю в цель Пожалуйста Пойми, у меня нет никаких оснований, чтобы тебе доверять И два ты ушел, и видишь еще двое Да, икра настоящая И еще не настоящая Такой, когда ты ушел, явился какой-то оборванец И заявил, что я вор Мелкий вор по кличке Крыса Сейчас я-то уже в умелом миллионы считал Я красавец, к сожалению, фантазировал Ты это серьезно сейчас? Серьезно некогда Сказал, что ты тоже бандит Васька, тревоги, или какой-то там красой Да разве похож я на вора? Ты сам посмотри Да, на бизнес-то больше похоже Согласен Тот и оно Все же было противно Минут назад я дыр, и бац Послушай, я не знаю, кто это к тебе приходил Но я узнаю Узнаю, и тогда ему крышка Слышь, скоты Наверное, конкуренты Копают, быть, тебя твари Так это еще не все Потом пришел второй И сказал, что вы двое актеры Твои от меня гуси Бред какой-то Ну ты-то теперь видишь, что я не гусь во стебле Я не вижу Но потому и смотрел Послушай, а как врач пропустил? Это врач тоже какой-то с приветом Пытался меня убедить, что все это глючит Ясно В общем так, я сейчас сделаю пару звонков И мы тебя из этой палаты увозим Куда? Положим в нормальное место К нашим общим знакомым Надо же У вас как кривой Но погоди Увижу этого оборванца Голом откручу Голыми руками придушу Сволочь Собственной Он ничего Крыса, это кто с тобой? Это и есть тот тем, что называл тебя Ватикой Да ты что? Ну здравствуй, уважаемый Крыса, я вопрос задал Значит так Я не знаю, что ты такой Но тут тебя нет ни крыс Ни Васик, понял? Да А кто есть? Владимир Ильич и Иван Игоревич И который из них ты? Я Владимир Ильич Так вот слушай сюда, Валерий Ильич Не плевать кто ты и откуда Но Федька наш Он нам должен Моему боссу Поэтому мы сейчас вместе отсюда уйдем А ты молча пойдешь в сторонку И помашешь нам ручкой Ну все Во-первых, тут нет никаких Федек А во-вторых, стоит мне сейчас сделать звонок И от тебя мокрого места не оставить Слушай, ты кто такой вообще, а? Тот, у кого ты сейчас просить прощения будешь Ты меня не пугай У меня свои кузыри найдутся Какие кузыри, мальчик? Ты откуда вообще вылез такой борзой? От Олега Юрьевича Яблочкина Слышал о таком? Яблочкин? Яблочкин? Должно быть, яблочками торгует где-то В киоске, да? И старушек обешивает? Ну ты крутой, никого не боишься, да? А зачем? Это меня все боятся Меня и Иван Игоревича А такую шпану как ты Мы на обед кушаем, понял? Склад на базаре, что? Только вот на базаре твоей ничего не стоит Ты же говорил, это Васька Кривой Не узнаешь теперь? Нет, не Васька Этого хряка я первый раз вижу Чего? Ты кого хряком назвал? Насекомое? Шулик, не ставь складной нож из кармана Тише, дядя А то его кусить могу Вова достает мобильный телефон и набирает кровью Ну ничего, мы тебя жалко сейчас вывели Шулик быстро подходит к Вове Выбивает телефон у него из рук На! Ты что делаешь, мразь? Шулик легко касается острия ножа в оленой рубашке Тихо, дядя А ты, я вижу, совсем без царя Теперь давай так Ты мне скажешь, кто ты и что тебе надо А я не стану протекать кровь в толстой пузырь Я тебе уже все сказал Паспорт есть Барсетки Достает свободную рукой паспорт из ломенной барсетки Читай Степли, Владимир Ильич И что ж тебе здесь, Владимир Ильич, понадобилось? Я пришел навестить друга Крыса, это друг твой? Знаешь его? Да, знаю На кого работали? На меня Вы что? Это правда Что правда? Я на него работаю Я на него и на якому-то группу Ты давай не придуривайся На него только блоки работают Ну говори, что еще, с вами помотан Якому-то Не важно Че это? А ты не слышал? Сейчас я спрашиваю Странный тип Якому-то групп Крупнейшая российская компания По экспорту нефти Инвестируется японским олигархом И? И он ее управляет О, да ты больной, че ли? У него даже дома нет Он бомж, понял? Он Олегу Юрьевичу денег должен Почку должен Ты ошибаешься Ага, олигарх Нефтяник Ну-ка, крыса, покажи карманы Может у тебя там парочка миллионов завалялась Тогда мы с тобой С тебя все долги тут же и с ними Дай мне позвонить Я тебе 10 миллионов покажу Ну нет, ты мутный типчик, Вадим Юрьевич С тобой лучше не связываться На кого работаешь? На Касанбековой Или на Клам-Лемидовке? Я тебе уже сказал На него О, как? Значит ты у нас элегант, крыса Значит да Ладно, кончай придуриваться Где ты с этим хрячем спутался? На кого он работает? На Касанбековой? Понятия не имеет Мне вот интересно На кого ты работаешь? На нефть инвест Или на транзит нефть? На УКОИЛ, блин Кто ты у них там? Вышибало, киллер Президент, блин Сколько платят тебе? Я больше дам Много платят, дядя Очень много Миллион устроят? Ты что, больной что ли? Убери нож Он у тебя в кармане Да? А потом Олег Юрьевич Меня жильем похоронят Мы тебя защитим Вместе с крысой Вместе с Иваном Игоревичем Ты не представляешь Какие у нас связи Что ты мне тут лапшу вешаешь? Достань из барсетки кошелек И посмотри Сколько там денег Шурик, достань из барсетки кошелек Заглядывай Да у тебя тут одни евро Это аванс Тебе так нужен крыса? Убери нож И получишь больше Ну не знаю А вдруг Кость-кость, привет Я вижу вся компания С Болем Это кто? Эдуард Ну и коллега по театру Кость-кость Такая у тебя здесь Активная жизнь На каждой Перестань называть его Крысой Подлец Для тебя он Иван Игоревич Иван Игоревич И никак иначе О, я вижу Вы оба опять В образах Кто вы, молодой человек? Что вам надо? Ну что, Саня Опять пришли И опять придуриваются? Как видишь И что говорят? Этот, что яркий гад А этот, что мелкий борт Понятно И не стыдно вам, ребята Что значит стыдно? Человека память отшивала Вы байку ломаете А мораль не карна Я балдею Вы что, сговорились все? Что это за фрай? Уймись, Скворцов Совесть имей Какой у тебя Скворцов? Чего болтать? Ну не Скворцов, Скворец Ты за базаром доследи Ой, смешно Умираю со смехом На кого работает? На искусство Похоже на целый заговор Саня, ты просто пошли куда подальше И скажи, что я уже тебе все объяснил Он мне все объяснил Че объяснил? Да, действительно, что? Что мы все четверо актеры театра с клояшей Мы вдвоем решили меня разграть Слушай, это случайно не соседи твои подурдомы? Ваня, какие актеры? Они оба кем-то подосланы Ну вы, камни-то недорезанные Давайте завязывайте Сказано вам уже, что не смешно это? Да, не смешно Если ты сейчас не заткнешься Я из тебя дизелую картинку сделаю Вань, ну а ты-то чего молчишь? А что я должен сказать? Приходят три чувака и заявляют Что у меня три разных жизни И сам я три разных человека Ну ты же понимаешь, что они врут Ничего я не понимаю Ты просто рассуждай логически Вот этот говорит, что ты крыса То есть вор Ну это же не может быть правдой Че это не рожа? Да, действительно А ты подойди к зеркалу и посмотри к нему Пациент подходит к зеркалу и посмотрит И? Тебе не кажется, что для вора по кличке крыса Ты слишком хорошо выглядишь? Пожалуй Был бы ты вор, у тебя была бы вся рожа опухшая Красная, мешки под глазами А ты просто принц Ну сразу же видишь, что и питаешься хорошо И не пьешь, и живешь в достатке Это его здесь отмыли Брось, из крысы короля не сделаешь Да, ты прав Да, блин, он все Послушайте, я не знаю, кто вы И что здесь затеет Но лучше меня не злить А что, скажи, пожалуйста, ты нам сделаешь Зарежешь Так тебя тут же персонал больницы сдаст И сидит тебе, красавца-то, за решеткой до групповой доски Я Леонидовичу скажу Он нас с жильем похоронит Да, ребята, вы, я смогу, совсем совесть потеряли Кретины Вы что, не понимаете, что он болен? А ты, значит, утверждаешь, что Ваня актер Саня, скажи ему, что ты о нем думаешь А вдруг он говорит правду А ты как раз учешь Даже так Ну что ж, тогда у меня для тебя кое-что есть Подходит к пациенту, вы ставите с посетки трудовую книжку, протягив дает пациент Вот твоя трудовая книжка Тут нет фотографии И в трудовой книжке ей не бывает Но ты посмотри на имя и фамилию Они могут быть и не мои Они и есть, не твои Да и книжки-то нет никакой рывань У меня еще есть, у меня еще есть копия твоего диплома А покончание театрального выручка Тоже без фото? Ну, само собой Мне нужны фотографии Ваня, зачем они тебе? Неужели ты сам не чувствуешь, кто ты такой? Да, Саня, неужели ты не чувствуешь, кто ты? Крыса, он вон кто Меня уже голова, у вас всех раскалывается Если бы ты был вором, ты бы так интеллигентно не выражал Согласен? И я согласен, я не вор Че, а кто ты тогда? Кто угодно, но не вор Да ты с детства по помойкам шарился, я тебя, гадина, уже лет 30 знаю Нет, я бы не стал Че не стал был? Да ты у стояков последние деньги из кармана вытаскивал, у школьников воровал Вы все врете? Да ты все врешь, Скворецкий Или как-то тебя шурит Кто врет? Я вру Ты врешь Да, действительно, я вру Господин доктор, я вне игры Давай сидеть, вы не прошли Поздравляю вас, вы молодец В смысле? Так ловко разоблачили нашего сотрудника Вашего сотрудника? Да, нашего Петра Васильевича Ну, а вас, Петр Васильевич, с прекрасной игрой Да, для чего уж там первого разоблачили Неважно, играли в отменно Верно я говорю Я что-то ни черта не понимаю Вы же говорили мне про картинки, игры в снации Можете об этом забыть Мне просто надо было проверить, способны ли вы отличать реальность от фантазии Вы прекрасно знали, что это не картинки Ну, разумеется А кто же это тогда? Ну, это Петр Васильевич, как я вам уже сказал Ваш сотрудник, очень талантливый, как вы сами могли убедиться Кто же врач? Нет Ну, что-то типа актера В смысле? В свое время я закончил театральное училище и дал в театре Но вот уже 10 лет работаю при медицинском центре Мы, к сожалению, не можем позволить Петру Васильевичу играть в кино или театре Нам важно, чтобы пациента прежде никогда никто не видел А то узнают и все учения на смарку Зато у Петра Васильевича высокая зарплата Верно? Ну, можно было бы, конечно, и повыше Шучу, зарплата действительно хорошая К тому же, когда играешь в театре, никогда не знаешь, будут ли роли Без ролей и доход резко падает А тут все фиксировано и можно чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне Ну и мы, Петром Васильевичем, очень довольны Я что-то не пойму, это что, все ваши сотрудники? Они что, специально это разорвают? И да, и нет Петр Васильевич действительно наш сотрудник И еще один человек из присутствующих, но другой, ваш настоящий знакомый, друг И кто же это? Ваша задача как раз состоит в том, чтобы вы это поняли А сказать вы не можете? Нет, это испортит все лечение Знаете что, я, возможно, чего-то не понимаю, но все это как-то странно, вам не кажется? Что именно? Ну сами подумайте, приходит трое людей, каждый врет мне о моей жизни Потом вы заявляете, что это типа картинки, а теперь двое из них ваши сотрудники Да, я понимаю, чем неужели? Конечно, это немного странно Да, совсем капельку, чуть-чуть, так Поймите, вот что, наша задача, меня и всех присутствующих, помочь вам вспомнить свою жизнь Для этого мы смоделировали три истории, две фальшивые, одну настоящую Нам важно, чтобы вы сами, без сторонней помощи, сумели отличить фальшивку и выбрать правду Зачем вы это делаете? Это очень эффективный метод лечения Мы восстановили память уже нескольким сотням пациентов, а может и тысячам Между прочим, ваши близкие платят нам большие деньги за ваше лечение Странный метод, дикий какой-то Главное, что он эффективен А вы не думали, какого бы не было, когда этот ваш Васильевич сказал, что мне скоро вырежут почку? Думаю, это было довольно неприятно Тем более, что я уже возомнил себя олигархом Подобный контраст эмоций необходим для более интенсивной работы мозга Нам было важно, чтобы вы вспомнили свою жизнь Я, тем не менее, не вспомнил Всему свое время Главное, что вы на правильном пути Как-никак у нас уже есть опыт наблюдения за другими пациентами Причем довольно большой Пока что все идет при восходе Рад слышать Буду рад Как я уже сказал, один из этих трех людей действительно ваш близкий друг Теперь вам нужно догадаться, кто именно И что это даст? Если ваше подсознание сработало верно, мы сможем перевести воспоминания на сознательный уровень Чего? Без психологического образования вам будет очень трудно это понять Нужно детально знать все психические процессы и медицинскую терминологию Ладно, бог с ним Давайте тогда продолжим Чем раньше начнем Вот это правильно Если что, мы будем неподалеку Идем, Дмитрий Петрович Удачи! Врач еще не выходит Ну что, приступим? Ну, теперь ты все знаешь Мы вынуждены были положить тебя в эту больницу Не вы, а я Я и Саша на розыне Так, началось Теперь ты знаешь, почему он так поступил Саня, я не слушаю этого типа Откровенно говоря, я уже очень пожалел, что мы связались с этой клиникой Все-таки очень странно у них эти методы Ваня, что же ты молчишь? А что тут нужно сказать? Кто-то из вас влипует А вот кто, я пока не знаю Ну, будем рассуждать логически Я показал тебе свой паспорт Подтвердив свои имя Я принес тебе икру, которую ни в одной больнице не подадут Ну что вы все-таки эти паспорт Ваш ни о чем не говорите Ну, настоящее у вас имя И дальше что? Где доказательства, что вы знакомы с Сашей? Во всяком случае, я не Гусев, как ты утверждал Что молчишь? Съел? Ты же говорил, что все мы из театра с аквояж Да, действительно Говорил, потому что меня врач попросил Ага А врач тебя попросил, потому что ты на него работаешь У меня есть с Саней на добровой книжке Там нет фотографии И что? А у него что, в паспорте твоя фотография? Для начала покажи мне свой паспорт Ну, паспорт Зачем? Хочу убедиться, что ты Эдуард Да, мы оба хотим Да ради бога Ты знаете, спорсетки паспорт протягивает пациентов Эдуард Туриниан Да, все сходится Возвращай паспорт к Эдуарде А я что говорю? Теперь вы в разных условиях условия Я принес икру А я ее оплатил Вообще-то глупый метод Я не помню никого из вас Если вы берете, то сделаю это чисто интуитив Возможно, им именно это и нужно Возможно Я думаю, ты как сотрудник, знаешь, наверняка Взвесим все за и против Взвесим Вы оба утверждаете, что якобы являетесь моими друзьями Что значит являюсь? Я просто друг и точка не перебиваю Вы оба утверждаете, что другой работает в пенике Я работаю в сакуляже, как и ты И я, видимо, недавно тоже там работал Позвольте представиться Петр Акусев Иными словами, вы оба в равных условиях Он врал тебе, что я сотрудник театра Это да Я уже объяснился Однако будем рассуждать логически Сколько олигархов приходится на душ населения? К чему ты ведешь? Я рассуждаю Кого в стране больше, актеров или олигархов? Это неверная мысль По теории вероятности шанс, что я окажусь актером куда выше, чем Ты не актер Это простой математический расчет Я думаю, вы сыграли на контрасте Ты и Шурик, две крайности Молодец, Саня Так держать Ты ошибаешься Ну сколько у нас в стране олигархов? 10, 15, 35, а? А сколько у нас актеров? Хороших актеров тоже немного Ну ты так Ты-то из рук вон актер Худший из худших Короче, я выбираю Стой Выбирай не умом, а сердцем Чего? Вспомни Год назад Детский дом Мы приезжаем туда вдвоем С игрушками и подарками Мы решили заняться благотворительностью Я подшучиваю Что мы растратим весь капитал Говорю, что эти детки Небудь рады были бы обобрать нас Отобрать у нас все И тут ты видишь Тут девочку Маленькую девочку В сером свитере С оттянутыми рукавами Ты видишь, как она прижимает К себе маленького рваного чебурашку И начинаешь беззвучно плакать А потом вдруг поворачиваешься И отвешиваешь мне под щечину Ну вспомни В этот день мы с тобой оба прозрели Ты потом засыпал эту девочку Игрушками и подарками Ну Я действительно это сделал? Да, в тот день ты показал мне Что значит быть настоящим человеком Как звали эту девочку? Лида Лида? А другим детям я что-нибудь подарил? Да, мы с тобой их просто озолотили Трогательную историю Еще какая? Ну нет, я тебе не верю Я выбираю Да Ваня, ну ты что? Вспомни Лидочку Все, я выберу Ты врач Эдуард, мой друг И в историю про Лиду Ты не поверил? Нет Ну надо же А я тебе всю субботу придумал Что и требовал заказать? Ну ладно, сдаюсь Я действительно тут работаю Отлично Что теперь? Теперь вам следует пообщаться Тет-а-тет Эдуард расскажет вам О вашей жизни все, что вам нужно знать А все, что не нужно? Да, действительно, что это значит? Забудьте просто оговорился Может смело рассказывать все, что хотите А вы спрашиваете И чем больше вопросов, тем лучше Теперь уже можно Так, значит, я и вправду актер? Да, вы с Эдуардом действительно коллеги по театру А может все-таки Олега? Нет? Ой Ну ладно, актер тоже не плохо Не крыса, в конце концов Я тоже так думаю Ну ладно, общайтесь А я через часик подойду Вместе с Борисом Львовичем А кто это? Твой лечащий врач Совершенно верно Ну ладно, общайтесь О, какой-то слава Я знал, что ты ему не поверишь Боюсь, я сам этого не знал Честно говоря, я вообще не понимаю Зачем они закрутили всю эту нить с олигархом Говоришь, что ей Сразу же ясно, что и там, и там, и либо А я вот успел примерить на себя обе жизни Ты езжно, что ли? Ну ты лишь подтверждаешь, что в тебе живет настоящий актер Все время меняешь причины Да, это тут причем Но при том, актер всегда остается актером Давно хоть я актер Да уже 20 лет Мы с тобой сначала учились вместе Потом обувь с аквариевшем устроились А сюда я как попал? К этим психам-то? Да Ну, авария, как в кино Врач же вроде должен был тебе рассказать Тут уже не знаешь, чему верить Авария, сотрясение, амнезия Ну, мы с Ириной сразу в интернет С тем С женой твоей А, стало быть, я жена Ну, как сказать Было на грани развода А теперь? Ну, а теперь она поняла, что Ты самая ценная в ее жизни Ну, как-то обычно бывает Ну, вот Короче, мы с Ириной, как вы знали, что ты в больнице Сразу в интернет Зачем? Ну, как? Искать тебе, куда тебя привезти В лечение Зачем? Да потому, что в государственной больнице Только в морг отправить уме Короче, зашли на этот сайт Ну, этой клинике, позвонили Они все-таки расхваливали себя Я опять в интернет отзывы читаю Ну, с отзывом все нормально К вами А тут еще и Василевский сказал Что его дядя там лечит Какой Василевский? Ну, режиссер наш, не помнишь? Нет Ну, короче И вот посоветовался тоже сюда Привезли, поместили, оплатили Сколько не спрашивали Поправишься, сам знаешь Ну, вот Они, значит, свои методы нам озвучивали Озвучили экспериментально Выкладки дали почитать Видеозаписи с бывшими пациентами Показали Благодарственные письма от чиновников Бизнесменов, певцов, опять же Ну, и началось вот это вот увлечение А жена моя? Дома Ей сказали не приезжать Чтобы не мешать эксперименту Ну, а Меня привлекли Сказали, мол, ты же актер Я говорю, ну, актер Они говорят, вот и играли Ну, я прям по сценарию шпарил Прикинь, тут сценарий Прям как в театре, все Ну, вот Хотя играю паршиво Но, как по мне В общем, что этот Шурик, что Вова Вове вообще в первую очередь Только вот толку нет Все равно ничего не вспомнил Показать и вспомнишь еще Они тут в этом деле Очень хорошо жарятся Все башковитые Все со степенями С площадью таранов Актер-то я хороший А как же, шикарный Заслуженного имеешь, между прочим Да, ну, а то Мне-то до тебя далеко Чего я? Ну, искренности твоей не хватает Я помню, однажды ты Плюшкин играл Вот это было нечто Вроде гнусный персонаж А весь зал на тебя прям молился Чувствовалось, что твой Плюшкин им дороже жизни Что, вот, хоть пропади Они все И чичиков, и манилок, и коробочка Ну, да, это слова мне объяснишь Это видеть надо Я тебе потом запись принесу Плюшкин из народу Слезу выжимает За что там из народа? Я вот сам на себя смотрел тогда И чувствую Я этот плюшки Жалкий, ничем не опустившийся На все же заслуживающий сочувствия Заслуживающий Ну, это срывается голос Он плачет Прости Просто Да жалкий я Но ведь Были, были причины Ведь жизнь такая Не баловала Ведь и отец пил И брат разбился Плачет Ну, 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 что ты Да просто Просто Плюшкин твой Он Он сердце мне тогда вынул Понимаешь? Он мне Самого себя открыл Ну, будет, успокойся Да как же ты играл тогда Блистал, можно сказать Сам-то не помнишь Нет? А вообще О себе что помнишь? Ничего не помню Как не помнил Так и не помню Ну, тогда я так понимаю Я могу быть свободным Ходит хорошо Да, Эдик Можешь идти Ну, уж Что мог, кто сделал Да я видел Все в порядке Тут просто случай такой Да я понимаю Иди тогда Завтра увидимся Окей Что это, черт возьми, было? Вы понимаете? Нет, я, черт возьми Уже ничего не понимаю Дело в том, что Этуард тоже наш сотрудник Что? Обалдеть И вы никакой не актер Да, а кто? А вы не помните Вы сами знаете, что нет И совсем ничего не сколыхнулось Ну что ж, мне очень жаль Иван Петрович Входите, пожалуйста Входит Иван Петрович В руках Упадка с документами Здрасте Ну, мы честно пытались Увы, все безуспешно Да вы и сами видели Да Все, что вам сейчас расскажет Иван Петрович Чистая правда Увы, нелицеприятная Ну, да что же делать Удачи вам Иван Петрович Спасибо Врач выходит из спала Ну, что на этот раз? На этот раз только правда Что-то мне мало верится Садись Да нет уж Я уже Вся! Пациент садится на кровати Иван Петрович Садится на стол на кровати Я обойдусь без вступлений Бери и смотри Протягивай твоему папку С документами Боже, что это? Люди Все это люди Люди, которых ты жестоко убил Вы с ума сошли И это нет А вот ты возможно Ты никого и пальцы не тронул Да, конечно Ты опаснейший серийный маньяк По прозвищу Мытищинский черный паук Убил 18 человек Орудовал в Мытищин Рядом с телами жертв Оставлял игрушечного черного паука Из резины Три года тебя найти не могли Вышли на твой след Только благодаря тому Что 19-я жертва чудом уцелела Это задерживали тебя Ты двоих оперативников Помудрился зарезать В бюджете Потом дубинка по башке Не учил во время задержания Ну и тут проблемы с тобой продолжились Как очнулся Стали тебя допрашивать А ты не пей, не пей, не пей Ничего не полни Ничего не знаю Пложи тебя сюда Судебным экспертом Чтобы выяснить Симулируешь ты или нет Они ты с тобой возились 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 А толку Это ты сам не делал Это все ложь Нет, мой хороший Это все правда Ты думаешь, зачем они к тебе Всех этих людей поцелали Зачем столько версий жизни предлагали Потому что им больше заняться нечем Нет, дорогой Симуль Они судебное предписание выполняли Задачу суд перед ними такую поставил Узнать, врешь ты или правду В памяти решился Я считаю, что врешь, а? Получок ты у нас черный А я считаю, считаю Что это вы все влюблены Никакой я вам не маньяк Сами вы все тут маньяки Черт у вас помарал Ну-ну-ну Ты мне тут давай Голос не повышай Да не только память Ну и речи решишь Но признай, что ты симулируешь, а? Ну вспомни, вспомни Третья жертва 12 ножевых ранений И черный резиновый паук Помнишь? Нет Мы даже магазин нашли Где-то паук Покупал И грушный магазин, между прочим Для детей А не для маньяков Или ты можешь сам Оставьте меня в покое Оставьте меня в покое Боюсь, это невозможно Убил столько народу И оставьте его в покое Ишь ты какой-то Я тебя прошел Сотрудниду так Я не для того с тобой Столько лет гонялся Чтобы в покое тебя оставлять Все, что вы тут говорите Это франье Ложь, ложь, ложь Все От первого до последнего слова Не верю Лжете Ну нет, братец Ложешь у нас ты Пытаешься по психу косить Надеюсь, что так псих Что-то псих Тебя трогать не было Тебе память потерял Ими в делах Какой с меня спрос? Я псих, да Кто тут? Следует, теряем Домики меня трогать нельзя? Отстаньте от меня Такой с псих спрос Беспрос, без памяти, наверное? Ничем, Армеланд Не думаю Ты у меня все вспомнишь От первой жертвы До самого задержания Ты мне еще заговоришь И расскажешь Как в детстве котят мучил Не мучил я никого Мучил, мучил, мучил А если все еще считаешь себя Белым пушистым Ты, папочка, полистай Там много документиков На тебя собрано Я все эти годы По листочку собирал По крупиночкам Ты ведь хитро у нас получил Я? Я? Да, да Ты, папка, посмотри Чего зря воздух сотрясать, а? Пациент берет папку Внимательно отвечает Крежащие в ней документы Голосы я твоего им допроса наслушался Тут помню, тут не помню Этого убил, этого убил А этого забыл Смотри, вон 10-ю страницу Видишь, там отпечатки подъезжу Твои отпечатки Теперь 15-ю открой Боже, что это? А это Костин Влад Семенович И моя вторая жертва Я не мог этого сделать Сделал, сделал, тем не менее Видишь, какого паука Живописного на груди вырезал, а? 17-я страница Бесчастной Виталий Юрьевич Положил паука Прямо на лоб убитым 28-я, второго твой Это я? А кто же? 50-я страница Твоя фотография Делали уже в отделении То, что она у вас есть Еще ничего не значит Брось, брось, мой хороший Что целая папка улик и доказательств Ну, а то, что ты, псих, без памяти решил поиграть Это дело поправимо Это я тебя же спушу Я, мой хороший, тебе не слезу Пусть спокоен Как ты убил первую жертву? Я не убивал никого Как звали твою вторую жертву? Огромайте меня уже в покое Забыл? Не знаю я Забыл, я все забыл, все Ничего, ничего Еще вспомнишь Обязательно вспомнишь Детка выхода останавливается Твоя самая дверь Поворачивается к пациенту Не знаешь что? Эд Будь поаккуратнее А то тут на улице целая толпа родственников убитых Которые тебя на части хотят разорвать Иван Петрович выходит из палаты Пациент плачет Разглядывает документы в папке Сволочи, все сволочи Отстаньте от меня, наконец Отстаньте Входит Ирина Коля Кто вы? Ты меня не узнаешь? Нет Я с трудом тут тебя нашла Тебя едва через охрану пробралась Я никого не убивал Это все ложь, ложь Не верьте им Ну-ну-ну, успокойся, конечно, никого не убивал Не трогал я ваших близких Они лгут все, лгут Конечно, лгут, они просто лгут Они эксперимент на тебя ставят Что? Эксперимент Какой эксперимент? Хотят проверить, как ты себя будешь вести в той или иной ситуации Они опыты делают Зачем? Потому что ты дурак такой На это разрешение дал за 300 тысяч Говорил же тебе идиоту 300 тысяч? Да, за 300 тысяч продал себя для опытов на два месяца Ну, а вы кто? Я, не помнишь? Нет Жена я твоя, Ира Совсем тебя тут до ручки берешь, ты? Ладно Ты это, не плачь, слышишь? А для чего им опыты эти? Как для чего? Для науки Так это все... Да не болтай ты Бежать можно Бежать? Да, пока не видит никто А как живет? Я сейчас выйду, осмотрюсь и знак тебе дам, если никого нет А ты ноги в руки и за мной Пожалуйста Да, брат мой, обнимай этого, целую, все Ну, поехали Ребен к выходу из палаты, уходит, почти тоже возвращается Ну что, есть кто? Есть, есть Еще как есть Ты чего? Я того! Укладываю рисунок в хухонный нож, направляю его на пациента Да что с тобой? Что со мной? Ты убил моего сына, сволочь! Помогите! Да ладно, шучу Не бойся, убирает нашу сумочку Ходит и вас в тройку Врач, это вы Вы не убийцы, на самом деле вы К черту идите, вы все к черту не вливать Вливать на то, что вы скажете Я теперь буду тем, кем сам хочу быть, а не тем, кем вы мне говорите Входит врач Поздравляю Мне все равно, что вы мне скажете Именно этих слов я от вас и ждал Идемте в мой кабинет Зачем? Мы вас выписуем Кабинет врача современный, дорого обставлен Большой дубовый стол Ухоженные кресла На стороне нос Двух Красночные бумаги Весь вне Картина Эдварда Мунга Крик Врач сидит за столом Пациент в кресле на боте Итак, пойдем по порядку Клиника наша называется Коррекция личности Занимаемся мы тем, что оказываем услуги По коррекции тех сторон характера Которые наши клиенты хотели бы исправить Вы обратились с просьбой Вернуть вам уверенность в себе Что это значит? Вашим словам Вы слишком сильно стали зависеть от мнения окружающих Старались быть таким, каким вас хотели видеть другие Меняли свой стиль жизни в угоду близким Нашей целью было заставить вас перестать полагаться на чужую оценку вашей личности Научиться игнорировать чужие мнения о вашем образе жизни Разумеется, мы не могли прервать лечение до тех пор Пока вы не стали противостоять нашим сотрудникам И защищать свое право быть таким, каким вы сами себя хотите видеть Возможно, наши методы показались вам немного жестокими, но... Я подам на вас в суд Это бесполезно И если слова договора, потягивай двух пациентов Вот копия договора с вашей подписью, дающей нам право проводить в отношении вас все лечебные мероприятия, которые были сделаны Вопрос в том материале этой подпись Может быть, измениваться? Да неужели? У нас также есть диск видеозаписи, на который вы рассказываете о своей проблеме И соглашаетесь с предложенными нами условиями Процесс подписания договора тоже зависит Вы хотите сказать, что я согласился на все эти безумства с золотичинским, черным, пауком и фетькой крысой? Все наши крошечные спектакли были изначально вами одобрены Вы даже смеялись, когда я вам о них рассказывал Так что для обращения в суд у вас нет никаких правовых оснований, никакой в этом смысл Мы выполнили свои обязательства, оказали вам услугу Сумели достичь поставленной вам задачи Мы только лишь исполнили вашу задачу и сделали это замечу блестяще А память? Память скоро вернется Мы использовали препарат, который частично блокирует работу гипокампа Между прочим, наше ноу-хау Действие препарата продлится еще около 12 часов Потом память начнет возвращаться Поводов для беспокойства нет Опыт других наших клиентов показал, что по истечению указанного времени Гипокамп начинает работать не менее эффективно, чем до приема препарата Осложнений побочных тоже практически не бывает Также сразу хочу вас успокоить, что хоть вы и не олигарх, но человек весьма обеспеченный И услуги нашей компании стоят весьма недешево Те личности, которые мы вам показали, не имеют вам ни малейшего отношения Вы не вор, не маньяк и вполне себе законопослушный гражданин В этой папке содержатся сведения о вашей истинной личности Здесь все, анкетные данные, адрес, телефон, место работы, копию упомянутого мной, диск с видеозаписью Тут записаны ваши жалобы, наши характеристики, результаты исследований, выводы, рекомендации Короче, в папке есть все, что нужно, чтобы вы смогли вспомнить свою настоящую личность У вас есть ко мне еще какие-то вопросы? Я могу, все-таки, на степенику? Безусловно Однако я бы рекомендовал вам подождать, пока не закончится действие препарата Я бы хотел уйти сейчас Ну что ж, понимаю ваше чувство, сейчас вызову вам такси Нет, я бы не пешком Я бы вам не рекомендовал А мне плевать на ваши рекомендации Небольшой сквер рядом с клиникой коллекции личностей Из клиники поспешно выходит пациент В руках у него папка, отданная врачом Пациент отходит от клиники на некоторое расстояние и отрядивается вокруг Кругом кипит жизнь Гулят машины, поют птицы, куда-то спешат прохожие Пациент стоит и наслаждается солнечным светом и обретенной свободой Дышит полной грудью Потом замечает по близости внутри мусора Подходит к ней и выбрасывает палку Осматривается Видит симпатичную девушку И широко улыбаясь следует ко мне Конец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому